Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы сегодня вас продолжим знакомить с историей Дворцовой улицы, которая в свое время, по своей значимости, соперничала с Большой Саратовской, сегодня это улица Гончарова, и Московской улицей, улицей Ленина. Во второй половине 19 века здесь были самые высокие в городе трехэтажные каменные дома. А улицу венчал дом губернатора. Симбиряне его называли Дворцом, отсюда и название улицы. Дома купцов Степановых под номерами 1 и 3 в Ульяновске расположены в самом начале улицы Дворцовой. В 1860-е годы купец первой гильдии Федор Степанович уже прочно обосновался в Симбирске. В городе у него были две конторы – на Лосевой и Дворцовой улицах. Федор Степанович Степанов, кроме торговли, активно занимался общественной деятельностью в органах городского самоуправления. В 1869 году его избирает симбирским купеческим старостой, а городская дума назначает казначеем сиротского суда. Через три года он становится директором Симбирского губернского тюремного комитета. Также Степанов в меру сил занимался благотворительностью. И 14 июня 1890 года он стал почетным гражданином города Симбирска. Изначально дома в городе строились из дерева, и в результате очередного пожара в 1864 году улица полностью выгорела. После этого городские власти приказали строить только каменные особняки. Именно в этот период и появилась усадьба Степановых. Чуть позже Степанов купил секонную фабрику и имение в селе Языково Корсунского уезда вместе со старинной усадьбой Языковых. В 1898 году Федор Степанович, уйдя на покой, передал фабрику в управление своему сыну Михаилу Федоровичу, который несколько лет обучался коммерции в Германии. Младший Степанов купил на фабрику оборудование, увеличил число рабочих до 500 человек, открыл при фабрике школ для детей рабочих и больницу с родильным приютом. На красную линию улицы фасадами выходят главный дом усадьбы и флигель, объединенные каменной аркой ворот. Основная постройка выполнена в стиле эклектики с отдельными деталями, характерными для классической архитектуры. Флигель декорирован барочными элементами. Дома хорошо сохранились до наших дней, сегодня в них открыты разные учреждения. В годы гражданской войны Степановы лишились всего имущества. Усадьба в Языково и две фабрики были национализированы. В 1923 году Михаил Федорович вместе со своей женой Натальей Осиповной, блестящей оперной певицей и сыном Михаилом переехали в Москву. Тяжелые времена настали для Степановых предвоенные годы. Депрессии не обошли их стороной. Был арестован и бесследно исчез Михаил Михайлович. В 1939 году не стало Михаила Федоровича, он умер в сталинских лагерях. Наталья Осиповна закончила свои дни в Ленинградском доме ветеранов СССР. Дом под номером 5 когда-то был доходным домом купцов Кирпичниковых. Известный симбирский благотворитель и филантроп, купец второй гильдии Алексей Петрович Кирпичников был одним из самых богатых симбирских торговцев второй половины XIX века. В городе ему принадлежало два каменных дома. Несколько каменных лавок в гостином дворе, в которых он продавал соль, москотельные и галантерейные товары. Алексей Петрович Кирпичников с 25 лет занимал разные должности в городском самоуправлении. В 1865 году его на один срок избрали городским главой. Все последующие годы он оставался в составе городской думы, работая в разных ее комиссиях и некоторых благотворительных организациях. С 1873 года этот дом на дворцовый купец сдавал в аренду Симбирскому отделению Волжско-Камского коммерческого банка. Открытие отделения этого банка в Симбирске было разрешено министром финансов страны в 1873 году. И в том же году, с 21 ноября, здесь начались банковские операции. Первым управляющим Симбирского отделения банка был Григорий Алексеевич Медунцев. После кончины Алексея Петровича Кирпичникова город получил по его завещанию 200 тысяч рублей на содержание городской богодельни и детского приюта. А его торговые заведения и дом с подвалом на дворцовый отошли его вдове Анастасии Александровне Кирпичниковой. В Симбирске перед революционной поры Анастасия Александровна Кирпичникова была одними из самых щедрых благотворителей. Но после революции все ее заслуги были забыты. Вот как писал о последних днях Кирпичниковой краевед Жаркевич. 17 марта 1918 года мою знакомую больную с переломанной ногой Кирпичникову выволокли на матрасе. Она едва откупилась от тюрьмы 50 тысячами. Однако через месяц Анастасия Александровна умерла. Ее вторично поволокли в тюрьму. Она не пережила этого и скоропостижно скончалась. Один из самых красивейших старинных особняков – Симбирска, дом номер 7. История этого здания насчитывает почти два века. Левая сторона современного здания была построена в первой половине XIX века. До 1852 года домовладение принадлежало Симбирскому купцу второй гильдии Ивану Федоровичу Сапожникову. На тот момент он был Симбирским городским главой. Затем усадьба перешла его сыновьям – Александру и Василию Сапожниковым. В 1865 году усадьбу приобрел Василий Степанович Левашов – один из богатейших купцов в Симбирском. Владевший доходными домами, каменными лавками в гостином дворе, деревянными лавками на ярмарочной площади. Также он был симбирским купеческим старостой, а позже бурганистром симбирского городового магистрата. Ко времени покупки усадьбы Левашовым единственным строением, уцелевшим в общегородском пожаре, в августе 1864 года, когда выгорела вся улица Дворцовая, был этот каменный дом. Левашов за год его отстроил, и он по-прежнему остался главным усадебным домом. Декоративное оформление главных фасадов дома и выстроенного рядом с ним каменного флигеля, сегодня это правая часть современного здания, было выдержано в классическом стиле. В начале 1880-х годов домовладение перешло к сыновьям Левашова. Семья купцов Левашова проживала на верхних этажах дома, помещения первых этажей в доме и флигеле сдавались под торговые заведения. Часть помещений флигеля также сдавалась под жилье. В апреле 1896 года новым собственником усадьбы стал симбирский купец первой гильдии Алексей Александрович Крупенников, владевший скобинными лавками, широким выбором изделий из железа, меди, чугуна и стали. В июле 1911 года Крупенников получил разрешение городской управы на застройку каменным жилым помещением пространства между существующими двумя каменными домами. Автором проекта каменной вставки стал знаменитый симбирский архитектор Феофан Евтихевич Вольсов, сменивший на посту главного архитектора города Федора Осиповича Левчака. Согласно проекту, дома были объединены резолитом с эркером и проездными воротами. Но, как это часто бывало в ходе строительства, проект был пересмотрен и доработан. Изменены конфигурации и размеры оконных проемов. Эркер увенчан высоким куполом. Декор выполнен в стиле модерн. Здание приобрело вид, соответствующий современному. В обновленном доме Крупенникова разместился кинотеатр «Экспресс». Первый сеанс в электротеатре состоялся 28 марта 1911 года. На первых этажах по-прежнему были лавки и магазины арендаторов. Часть помещений сдавалась под жилье. После Октябрьской революции 1917 года домобладение Алексея Александровича Крупенникова было национализировано о 5 ноября 1936 года. Здесь открылся первый в городе детский кинотеатр «Пионер». За пять дней его посетили тысячи ребят. Он стал не просто кинотеатром, а настоящим клубом, воспитательным центром. В 90-е годы 20-го столетия детский кинотеатр перевели на хозрасчет. С огромными потерями, с довесками в виде ночного клуба и кучей арендаторов смуту 90-х «Пионер» пережил, а потом его не стало. Дом под номером 9, который находится на перекрестке улиц Дворцова и Гончарова, был возведен в первой половине XIX века. Он является ярким примером большого доходного дома, в оформлении которого использовались элементы декора, классицизма и барокко. В середине 1860-х годов этим домом владел семирский купец первой гильдии, потомственный почетный гражданин Василий Александрович Чебоксаров. Он был крупным торговцем хлебом и солью. В его недвижимое имущество входила фабрика, зерносушилка, мельница, три амбара, четыре каменные лавки, яблоневый сад, земля и четверть парохода. Но все же не торговля стала визитной карточкой дома. Практически столетия здесь располагался Симбирский окружной суд. Он переехал в здание на Дворцовой, по данным краеведа Павла Любимовича Мартынова, в 1872 году. Вопрос об открытии окружного суда в Симбирске был решен, в принципе, еще в начале 60-х годов. Но после пожара 1864 года очень сложно было подыскать надлежащие помещения для окружного суда. Вот почему его открытие замедлилось и последовало лишь тогда, когда Симбирск уже окончательно отстроился. Кстати, в этом суде работал и Павел Любимович Мартынов, известный историк-краевед, с 1917 года возглавлявший Симбирскую губернскую ученую архивную комиссию. Но по профессии он юрист и 27 лет он прослужил в этом суде. В 1918 году Симбирский окружный суд был ликвидирован. Судьбу его, последнего председателя Андрея Андреевича Полякова, Мартынов, который с ним когда-то служил, обозначил одной фразой. Убит большевиками 30 мая 1918 года. В советское время здание суда продолжало использоваться по назначению, а сейчас здание частично занимает юридический факультет опорного университета. Редактор субтитров А.Семкин